Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Клан Фолк. Мы с вами остановились на том, что выдолбали всю гору к чертям собачьим, и сегодня мы будем её до конца обустраивать, как минимум, хотя бы визуально, для того, чтобы там было приятно находиться. В перспективе, естественно, это будет наша рабочая область, которая нам пригодится и зимой, и летом, чтобы не было не сильно жарко, не сильно холодно, и надеюсь, что у нас вообще это получится. Что у нас сейчас за ситуация? У нас немножечко кончаются опять деньги, нам нужно будет дождаться ребяток, которые у нас что-нибудь купят. И если они купят, денюжка появится, и мы заживём. Ну и также мы продолжаем постепенную перестройку нашей локации. Загорелось-таки. Они не собираются тушить, олег. Выбрать всех, отменить. Ребята, там вода сгорела. Лол, что, потушили? Серьёзно, просто кинул на него чё-то? Понятно. Короче, проблемка у нас с этой штукой всё-таки будет. Она максимально старается сжечь хером собачьим наш склад, соответственно, выход какой? Перенести склад. Всё очень просто. Всё очень просто, желательно убрать с поля зрения. Так, этот не дотянется? Нет. Короче, ситуация какая. Мы начинаем по чуть-чуть плодиться. Я думаю, что мы справимся с запасами муки. Я заметил, что у нас мешков не хватает, поэтому я ещё поставил мешки на крафт. Солома-то у нас есть. Теперь можем себе позволить. А по полю у нас, ребятки, высадили его ещё раз. Но уже восьмой день лета. Я не знаю, они смогут собрать урожай в осенью или нет. Но если у них такое большое желание, я, в принципе, не вправе их переубеждать. Так, меня ещё просили проверить... Да-да-да-да-да-да-да. Здесь маленький косячок. Я новые эти поставил, а правила им не поменял. Так, по еде животным, я думаю, что им на зиму-осень хватит семян травы. В этом я пока что не то, чтобы сильно сомневаюсь. Единственное, что мы можем ускорить сбор добра в виде травы. Только давайте где-то в той зоне, где наши животные не обитают. Назовём это так. Вот здесь всё собрать. Я думаю, будет топчик. Так, здесь начали закладывать пол. Я там, кстати, увидел, куска пола нет. Вот здесь почему-то, по необъяснимым причинам, у нас отвалился кусок кирпичного пола. Ну и, собственно, по схеме, если наши ребята начнут активно перебивать валуны, это приведёт к тому, что у нас появится, наконец-то... Так, яйца все собрать. У нас появится шикарная возможность заменить абсолютно все наши тропинки, что кажется плохой идеей. На самом деле идея очень хорошая. Так, здесь надо приоритет поднять. А то наши шви решили забить болт на задаче. Сейчас самое обидное, что весь кирпич улетит и может прийти торгаш. А работяги у нас сейчас, кстати, уйдут. Работяги сейчас, скорее всего, уйдут, потому что денежек уже нет. Сегодня последний день, когда мы могли им проплатить работу. Посмотрим. Скорее всего, будут проблемки. Скорее всего. Сейчас, в общем, ещё посмотрим, как у нас будет работать поле. В том плане... А, это вы уже... Они за 2 секунды спилили здесь всю траву? Вы монстры. Как это вообще возможно? Самое вот что ещё страшное... Супер страшное. Нам нужен условный резерв овса. Я думаю, что... Это сложно. У нас прямого механизма резерва нет. По-хорошему, нужно просто иметь склад, который заполняется первоочерёдно, и его глушить. Чтобы его лишний раз не юзали. Я думаю, что мы с этим складом, наверное, так и поступим. Если мы его отключим без действия, соответственно, сюда больше никто не может ничего трогать. Это мы оставим на посадку на следующий год. По моей логике, это так толстым. Как оно будет по факту, мы не узнаем. У нас ещё и куча семян льна появилась. Которую мы, скорее всего, поюзаем ещё. И здесь тоже семена льна. Хорошо, пока оставляем как есть. Что здесь? Забыли окна. Уничтожить. Нахера они нам здесь нужны? Так, хорошо. Как у вас процесс идёт? Осветительные они вроде бы как поставили, но они, конечно же, включать не решились. Нам нужно параллельно ещё по чуть-чуть заменять стеночки. Хотя бы некоторые по углам, для того, чтобы мы могли добавить освещение натуральное, так сказать. Без прикрас всяких. Так, здесь тоже выбейте. Здесь выбейте. И давайте вот здесь ещё выбьем. Заменим некоторые стены, поставим сразу окна. Уже остальные доделаем позже. Пока что здесь точно так же, как на улице, потому что все стены выбиты. В принципе, ожидаемо. И главное, чтобы сейчас кирпича всем хватило. Вы кирпич загрузили новый, кстати? Новый кирпич загрузили, склады есть, всё хорошо. Можно пока не переживать. Хотя кирпич сейчас закончится. Торгаши к нам не спешат. Спешу заметить. Торгаши к нам вообще не спешат. Так, у нас же сейчас грибы должны повылазить. Давайте, может, грибочки соберём. У нас-то вроде бы как хлеб есть. 100 единиц копчёного мяса сейчас испортится. Ря, у меня печёт. У меня печёт, что мы не можем управлять тем, что они потребляют. Это очень грустно. Это супер грустно. Ладно, давайте пока у нас рабочие ручки ещё есть. Так, соберите здесь все грибы. Вот здесь тоже соберите. Вот здесь чуть-чуть. И вот тут ещё капельку. За осень мы всё равно успеем гору отстроить. Это не вопрос. А вот запас еды это всегда вопрос. К сожалению, пока что всё ещё. У нас здесь забиты три сеновалища. Я думаю, что пока переработают, муки там будет прям нормально. Главное, чтобы мешки наделали. Наделают мешки, и проблем, по идее, не будет. Тут у нас мешок 50 остался. А всего сколько у нас муки? 300 это 30 хлеба получается. Ну, грубо говоря. Грубо говоря, 30. Ещё наклепают. Я думаю, будет что делать. Тут посадки, а не тормозную. Я рискну. Давайте я рискну. Я открою всё-таки склад. Пусть они попробуют высадить овёс. Кстати, говна уже третий склад копится. И тут ещё валяется на склад. Ребяточки, в это говно отгружайтесь. Кто к нам пришёл? Ночлёжник. Так, куры немножко в ахере. Так, вот ты мне не нравишься. А ну-ка, сползи. Ты петух, прошу прощения. Вы просто улеглись спать, или вы... Ага, поймал одного, сейчас. Отойди. Ещё два яйца. Короче, плодятся они достаточно активно. Но беда в том, что у нас эти яйца просто портятся. То есть мы их никуда не вкладываем в последующую. У нас нет, по сути, даже блюд. Насколько я понял, да? Здесь яйца не задействуются. Здесь яйца не задействуются. То есть пока что у нас нет даже варианта. Грубо говоря, что-то с этими яйцами сделать. Грустно, печально, но ничего страшного. Зато у нас 1160 железной руды. Можно кайфовать. Давайте тогда ещё под это. Подрихтуем инструментарий. А, блях, они черта не видно. Так, инструментарий сколько у нас здесь? Топора 2. Давайте пусть будет 4. Железные мотыги 4. Кирочки 4. Этих и так 4. Тут 2 сделаем. Замучательно. И можем запас гвоздей ещё поднять. До 80. Доильные вёдра, я так понимаю, нам, кстати, они, скорее всего, нужны, чем не нужны. Я вот чё подумал. Так, за вот заготовок осталось 12. Грибы закинули сушить. Хера себе, это вы столько грибов собрали? Да вы молодцы, получается. Они тут до этом дудят. Какой это квартет был? Нормально, пусть дудят. Главное, чтобы себе настрой поднимали. А где они собрали столько грибов? Это они только вот здесь собрали столько грибов? Ребяточки, я, походу, вас уже люблю. 204 гриба уже есть. Ну, вы молодцы. Продолжайте в том же духе, только сначала отоспитесь. Малясь. Так, давайте глянем, что по температуре. Пока, что по температуре всё супер. Я сюда не провёл вентиляцию, да? Ай, есть за мной такой косичок. Огнеупорную вентиляцию мы заведём. Тут вентиляция проходит. Соответственно, либо здесь, но они туда переговариваться будут. Либо здесь. А там через вентиляцию лучше, наверное, всё-таки здесь. Давайте-давайте. Проснулись, нефернулись, работать. Так, по общему виду, да, если валуны позабирать, то будет очень даже симпатично. Так, здесь разобрались, здесь разобрались. Да, в основном уродуют наши комнаты валуны. Тут я даже буду смотреть. Лол. Там, где волны лежат, просто серы. Окей. Как скажете, да сделайте уже эти мешки, я вас молю. Кто у нас делает мешки? Шитьё, пошив. Шитьём у нас занимается. Кто? Есть мастер по пошиву. Вот мастер по пошиву. Собака, он уйдёт у нас с дня на день. Вот в чём обида. 70 копеек у нас осталось. Два человека максимум сможет у нас остаться. Ну, либо они захотят за бесплатно работать. Так, как тебя зовут? Как? Я буду называть его Хуэхаун. Или худшё он просто. Худшё он, упустим одну буковку. Торгаши, торгаши, вы вовремя. Давайте быстрее, быстрее бегите. А ты кто? Безработный жё... Ооо, товарищ. Ты в чём-то хорош. В готовке хорош. Да, нам все руки нужны. Давай, короче. Сейчас просто если придётся платить, будет беда. Так, крафт мешков пошёл. Торгаши, давайте быстрее, пожалуйста. Я хочу вам хоть что-нибудь втюхать. Красавчик. Стоп, стойте. Так, ты хотел петухов, да? Сколько у нас есть петухов? Раз, два, три петуха. Четыре петуха. Так, определяем среди них самых старых. Так, тебя, петушилы, и тебя отдаём. Оставляем два средневозрастных петуха. Я могу в целом и топор продать, на самом деле. Давайте один топорик втюхаем, чтобы у нас резерв был сейчас на сохранение всех рабочих. Так, ты что предлагаешь грибы? За пять копеек давай. Шкуры твои не нужны. Уходи. Так, ждём второго торгаша. На месте. Так, кирпич у меня остался. Они реально успевают кирпич переделывать? Хер, рассе вы шустрые. Так, ну стандартная тактика это древесина. Она нам приносит кучу бабла, а кирпич нам нужен. Так, и ты нам предлагаешься... Я бы тебе сам солому продал, товарищи, на самом деле. Но мы вышли в 585. Больше мы из них не выжмем, к сожалению. Как бы нам этого не хотелось, общий запас солому 6 тысяч. Шо я могу сказать? Ничего. Так, отсюда семена слегка взяли, вроде бы как даже начали сажать, но потом на полпути забили, да? Они даже здесь не поливают почему-то. Настолько заняты другими заботами. Бедолаги. Ну да, они половину пещеры уже закатали в кирпич. Но кирпичные стены, кстати, почему-то до сих пор толком и не сделали. Не понимаю это финтифлюхи. Ну давайте я им все равно буду продолжать накидывать задания. Так, свет раз, свет два, свет три. Тут пока бессмысленно. Тут тоже, тут тоже. Ждем. Вроде бы всех работяг сохранили. Единственная проблема в том, что если мы округлим, грубо говоря, триста, то нам еще на день хватит оплатить работу работяг. И нам нужно опять ждать торгашей. Так, с кем-то мы поднялись? Ей, мы поднялись до одной звезды. Хотя бы с кем-то одним уже, слава богу. А, со вторым тоже до звезды поднялись. Он нам должен мясо теперь приносить. Ишь ты, шакал. Гвозди хочешь купить? А почему ты гвозди хочешь? 50 гвоздей за 20? Подожди, я не помню крафт гвоздей. Ну, в целом это не то, чтобы быть сильно дорого, но все равно неприятненько. Немножечко все-таки неприятненько. Так, окошко дало нам свет, да? Да, все стены на месте. И окошко, даже одно, осветило полностью всю нашу пещеру. Семена овса, все? Тю-тю. Вы же бы все в муку перебили, да? 455 муки. Ну, у нас еще и запас, что перебивать? Я думаю, что ребята справятся в конечном итоге. Если бы вы еще не пожалели чуть-чуть времени и отскладировали это все, цены бы мне было серьезные. Здесь даже сбор урожая умудряются, что серьезно? Вы монстры, получается? Получается так. Тут руды разбросали. Короче, все, просто накидали одной горой и пусть валяется. Так, хорошо. Ящики у нас, это понятно. Нам, кстати, надо тогда... А нам некуда переместить. Глинище. Ладно. Это мы тогда потом сделаем. Накидали инструменты. Все, что накрафтили. Потратили все железо. Железо теперь отплавливают по новой. И продолжают закидывать кирпичом. Ну, давайте. Я вас верю. Я думаю, что вы полы доделаете, и мы уже возьмемся за внутренности. Стены, правда, так и не поменяли. Но я вы все равно понимаю. Не переживайте. Так, здесь у нас углехранение. Стоп, где у нас... Я запутался. Так, давайте каменюку будете хранить здесь. Здесь храните вот так. Так, хватит бегать мне перед этим. Так, здесь оставляем все на свете. Здесь это убираем. Сюда только кирпич. Сюда только кирпич. Сюда только кирпич. Я надеюсь, что вы не запутаетесь и все сделаете правильно. А где у нас хранение... Прошу прощения. Ага, вот. Хранение руды. Раз, хранение руды, два. Никаких других сыпучих у нас нет. Так, по деревьям у нас шо? Точнее, по бревнам. Бревна есть вроде бы. Хорошо. Вот здесь надо все вот это вот привести в порядок. Пока что это на порядок совсем не похоже. А склады вы здесь перенесли? Перенесли, но они с ними все равно не справляются. Понимаю. Нагрузка велика. Так, семки овса закончились. Ребятки, перебивайте. Говорят, что закончились, но еще 25 есть. Значит, не все потеряно. Мы можем остановить вот эту штуку пока что. Сколько вы уже надолбили? 530. То есть, грубо говоря, на 50 хлеба. Грибов насобирали 500. Запас еды на 9 дней. С мукой очень сложно. Вот в чем проблема. Ее производство мне вообще не нравится. Очень сложно, при том, что они сейчас перепосадку пытаются успеть сделать. А мы-то с вами понимаем, что они нихера не успеют. Ты кто такой? Ночуй. Мы-то с вами понимаем, что они нихера не успеют. Мне кажется, что на наше маленькое такое поселение нужно два поля овса. Это чисто предчувствие. Ну, в любом случае, да. Давайте здесь тормознем тогда пока что. Выключаем полностью производство зерна. Новые муки. А зерно пока что либо пусть пытаются перезапускать поля. Ну, сейчас глянем. Есть шанс, что осенью еще что-то будет расти. А зимой уже все, кранты пересохнет и будет гадость. Но я опять-таки не уверен. Я так понимаю, что большая часть хлеба у нас испортилась. Вяленое мясо начали жрать. Они, по-моему, все-таки понимают, что надо жрать. Запасы по этим есть. По заготовкам. Пусть их только теперь приготовят. Еще сыры и еще угорь, кстати, жрем. Точно. Я забыл, что у нас разнообразия гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Так, куры, стоять. Я вас заметил. Курам тоже решили не менять насесты. Зачем? Спрашивается, когда можно не менять, правильно? Логично. 50 мешков лежит, все. Про мешки они теперь даже не заикнутся, скорее всего. Отдыхайте. Х12, погнали. Так, бабла хватает еще на сутки. Работяк. Будем надеяться, что к нам придут все-таки эти торгаши. Мы сейчас, по сути, за счет торгашей только и живем. Ну, грубо говоря. Мы им втюхиваем, у нас за это появляются работяги и, собственно, мы выживаем. Потому что по семейному дереву у нас эти товарищи скоро начнут старать. И с большой долей вероятности поврут. А у нас остался только подросток недорожший, котир. Это, кстати, она, оказывается. То есть, в целом, мы можем ей намутить женишка. Но нам нужно ждать теперь, чтобы эти начали плодиться. А мне кажется, что скорости такой нет у нас в рождаемости. Да и вспомните, сколько рос вот этот котир, ребенок. Прошло очень много дней, чтобы ребенок вырос. Ну, хотя мы делаем все. Мы делаем все, что можем для того, чтобы эти ребятки плодились. А уже проявляют ли они свой собственный интерес? Это уже другой вопрос. Так, у нас палки начинают заканчиваться. Ребяточки, тут такое дело. Нарубайте сразу деревьев, наверное. За одной палки получите. Нам деревья нужны будут сейчас в производство. Мы можем сделать, кстати, ущербные довольно поля. То есть, если здесь мы посадили деревья так грубо, мы можем посадить их не грубо. Мы можем посадить их нормально. Ну, а-ля там в шахматном порядке или что-то типа того. Чтоб там еще и грибочки росли. Так, ветки есть? Веточки есть, но немного, кстати. У нас теперь, как вы понимаете, херова гора каминов, которые нужно топить. Так, я бы выбрал какие-то два. Мне не надо какие-то два. Автоматизации здесь не задействуется, пожалуйста. Не надо здесь готовить угря. Это не самое подходящее место. Так, у нас еще и лед закончился, да? Давайте я приумножу вот эти мочильни. Она тут куда-то влезет еще, нет? Я не знаю, почему я их не могу поставить в воде, потому что они, по идее, по воде бегают. Без какого-либо зазрения совести. Замени здесь рукомойку и замени вот здесь рукомойку. Будем собирать камыш или нет? Вот в чем вопрос. Сможем ли мы прожить с таким запасом сена? Давайте на всяк пожарный. Тем более так, как они моментально собирают. С помощью этих серпов. Мега супер-дупер. Я думаю, можем собрать. Тем более, мы же сами садили, сами собрали, поэтому... Какие к нам вопросы? И здесь тоже соберите. И вот это озерце тоже сметите. Все, я вас верю. Что такое, что такое, что такое? Пришли еще работяки! Ребят. Давайте будем честны. Я даже, если захочу, у меня не получится вас вывести. Большое большинство из вас охотники. Это долбежник. Долбежники нам сейчас не нужны. Давайте, наверное, мы чуть-чуть подождем, ребят. Мы еще успеем с вами пообщаться, но не сейчас. Давайте так договоримся. Так, хлеб, кстати, покупать. Ну, в принципе, охота так дешево. Позорище. Просто позорище. Мне нечего им продать. Я могу древесину продать, но это бессмысленно. Коза это вообще ужас. Давайте, может, копченое мясо втюхаем. Да, пища у нее хорошая. Но у нас оно портится. Соответственно, нам бы желательно от него избавиться. Причем, чем быстрее, тем лучше. Покупать я тебя ничего не буду. Уходи. Очень жаль, что ты один, кстати, пришел. Очень-очень жаль. Так, кирпичный пол почти завершен. Прошу заметить. Осталось совсем вздюлечка. Так, выплата произошла. Все, на следующую выплату у нас уже не хватает. Пу-пу-ру-пу-пух. Окей, ничего страшного. Мы готовы ко всему, наверное. Так, наделали ткань. А сколько мы ее делаем? Почему? Тысяча? А зачем? А почему? А зачем? Тридцатку пока оставьте. Подождите. Не торопитесь. Тут лучше не торопиться. Дело такое. 50-50. Так, шмотки из льна. У нас делаются как раз из тальки и льняной готовой ткани. Давайте я выставлю везде по 10. Тут у нас по сколько стоит? По семерки. Таким, выставим по 10. Исходя из предположительного количества народу. 3, 4, 5, 6, 7 наших. У нас 13, по идее. Но мы же не считаем пришедших работяг пока что. Здесь добавим везде по десятке. Если они скрафтят такой запас одежды, я думаю, нам хватит. Причем как летний, так и зимний. Из мешковины тоже давай. Кожаную я сколько ставил, кстати? Тоже по 10, да? Да. Все супер. Все будет максимально логично. Я не знаю, пошивчик будет рад этому или нет. Портной наш. Ну, я надеюсь, что он справится. Они продолжают сажать. Вот это меня настораживает чуть-чуть. Лето сейчас уже заканчивается. Десятый день. Но посмотрим, если мы за осень еще раз соберем урожай. Честно, я прям кайфану. Я прям кайфану, ну потому что это просто найс. Меховая накидка. Это что такое еще? Так, меховая накидка защищает от дождя и отлично согревает, но воняет. Найс. Из мешковины. Выглядит ужасно еще и чешется. То есть она еще худше. Ну да, с таким раскладом лучше пусть воняет, но будет тепло. А сколько хочешь? Восемь шкур. Ребята охотники, у вас сейчас будет работенка, скорее всего. Готовьтесь к этому. Давайте я тогда, наверное, соломиной отменю. Нахер оно нам надо? Принцов здесь тот же, да? Да, здесь тем более еще более прохладная одежка. Поэтому давайте вот это нахер. Вот это, пожалуй, нахер. Вот это туда же. Так, я же не перепутал. Соломиная, соломиная. И тебя нахер. Все, делай только топовые смотки. Не делай всякий кал. Спасибо большое. Стоять. Вы замечены? Вы были замечены. Все, застелили? Все, сейчас камины доделают, стены переделают. Сделаем окошечки и будет вообще супер. Палок насобираем. Палок, кстати, мало. Палки что-то улетают прям, прям, прям жесть. Где у нас отдельно сбор палок? Ребятки, сагрессивничайте в сторону леса. Этого блага. Будьте добры. Ну, кстати, собирают очень быстро палки, но их не очень много. С одной стороны грустно, с другой, да, в принципе, норм. О-во-во, пошли сметать все, что видят. Молодцы. Так, по одежке кожи у нас сколько осталось? Кожа у нас херня осталась, кстати. Он сейчас наделает шмотки и все. Микердык. Но он делает, кстати, накидки. Молодец. Накидочки точно пригодятся. Они же, по идее, тоже должны в шкаф якобы закидываться, да? Вообще, какого хера шкаф находится здесь? Он находится в одной из комнат, что, ну, не совсем правильно, я бы сказал. Давайте вот здесь в проходе лучше будет. Я понимаю, что вам неохотно этим всем заниматься. Но кто вас спрашивает? Так, здесь почти все собрали. Палки все собрали почти. А, нет, вот еще. Вы монстры. По сбору палок вы монстры. Тысяча палок. Нормалды. Жить можно. Не забывайте курочку кормить, кстати, да? Вон сколько яиц валяется, и они все портятся. Вот что самое страшное. Вот что самое страшное. При этом, что склады у нас открыты. Закидывай, не хочу. Ладно, это будет на их совести. Осталось 250 муки всего лишь. Что-то не так. Что-то явно не так. Вяленое мясо еще есть. Ну, оно не до конца испортилось, но... К этому идет. Сюда миски все еще не перенесли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Шмотки раскидала по всей бассе. Ребяточки, вас ждет очень веселая уборка. Готовьтесь. Да, они реально взялись высаживать полностью все поле. Ну, посмотрим. Не то, чтобы я в них не верю. Но есть некоторые сомнения, назовем это так. Нам, походу, придется скоро реально в приоритет переноску ставить. Потому что мы тупо засрались ресурс. Как бы странно это не было. Так, где у нас окошки? Давайте, как и планировали. Сюдым, 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 тудым. Так, здесь есть, здесь есть. Все, пока вам окошек точно хватит. Я думаю, вы справитесь. О каменюке, кстати, где верстак по камню, верстак по камню, верстак по камню. Я же его переносил? Нет? Да? Нет? Я его переносил, его здесь нет. Вот он. Ребятки, вы таки взяли за камушек. My congratulations. Короче, клепай до посинения. Нам обычный камень, скорее всего, уже не пригодится. Волны именно. Ну, вроде бы как, даже ночью освещения будет хватать, судя по всему. Что такое? Что горит? Что горит? Где что-то горело? Я не понял. Где-то что-то горело и потухло. Понял. Так, кожа закончилась. Пришел сплюн. Пусть отдыхает. А мы еще вот что сделаем. Давайте быстренько я все-таки найду. Найду немножечко жромбы. Так, кроли у нас здесь бегают прям под боком. Причем они довольно-таки плотно расплодились. Так, коза это наша. Всех этих кролей будьте добры ликвидировать. Нам нужна их шкура. Так, и как у вас дела? Нет, слушайте, поливает как ни в чем не бывало вообще. Рост все еще 125. Температура 16 градусов. Сейчас глянем. Ну, в туалетах они теперь кайфуют, я так понимаю, да? Скучаю тут в туалете. Ты ж моя бедняжка. А что здесь по окружению? Ну, сам туалет, да, неприятное место. Ну, у него окружение минус 40. А сама комната 60. То есть, по идее, должно быть окружение плюс 20. Логично? Логично. Как минимум. Это я еще стены не считал. Это я еще стеночки не считал. Так, ладно, вы лучше знаете, что делать. А шмотки вы так и не собрали, да? Как раскидали, так пусть и валяются. Меня больше огорчает, что они не шпехаются. От этого мне прям грустно. Хоть они и довольны до усрачки. Но они не шпехаются. Соответственно, мы не получаем ребятишек-детишек. Так бы мы могли куда быстрее расплодиться. Но есть нюанс. Я думаю, что мы справимся. Нам главное, чтобы вот к нашей этой мелкой еще подкатил какой-то черт. Чтобы у нас образовалась еще одна семейная ячейка. Я думаю, что мы перестанем об этом переживать. Так, молимся опять на торгашей. Да шо опять горит? Ребята, шмот горит. Шмот, причем который вы должны были уже давно закинуть в этот, в гардероб. Алло. Будьте добры, не будьте ленивыми жопами, я вас спрошу. Но здесь еще очень много работы. Здесь можно забить болт просто. Я думаю, что когда-то они ее доделают. Но не сейчас. Это как раз и останется, наверное, на осень зимы. Но пока 16 градусов. Что с растениями? Ме, скорость роста 58%. Фу. Гадость. А поливать не собираемся, да? Или собираемся? Полил. О, скорость 125. Просто полейте, а оно еще будет расти. Ребятки, давай, 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 давай. Торгаш. Стоять. Так, забирай каменюку. Я, в принципе, могу всю каменюку ему втюхать. И мы будем... Нихера себе шмотки стоят. Ледяные. Слушать. Но я все-таки втюхаю камни. У нас их слишком много. И они нам слишком не нужны. Пожалуйста. Так, еще на один день есть. Еще на один день хватит. Дождик пошел, супер. Сам полил все наши растения. Ты же моя бусинка. Но он херово как-то полил. Ну, скорость роста по чуть-чуть... По чуть-чуть вроде бы нарастает. Но все равно недостаточно. Я не могу понять, где... А, вы их просто не складируете семенов, я понял. Вы клали болт. Так, заготовки не с чего делать. Правильно понимаем? Грибы есть, 30 заготовок на складе. Хлеб еще здесь есть, и хлеб еще и здесь. То есть всю муку мы уже всрали. А как вы понимаете, еще даже не началась зима. Да, это будет весело. Однозначно. Так, они осенью перекращают посадку. То есть, в принципе, за осенний период мы еще можем собрать урожай. Просто маленький нюанс, что они... Они не будут этим заниматься, грубо говоря. Ну и лен надо было высадить, наверное, по полной. Но мы опять же узнали, что лен даже в таких себе условиях нормально себе прорастает. Окей, ребят, надо убирать. Надо убирать, серьезно. Это уже никуда не годится. Это уже засранность уровень бог. Камни до посидения будет бить пушу валуну в кучу. Все, лен весь собрали. Здесь остаточки соберут. Занимайтесь по чуть-чуть. Да, во-во-во, переноской. Правильно, правильно, правильно. Молодец, молодец. Понимаешь, что нужно сделать. Нам, кстати, несколько шкафов. Скорее всего, понадобится. Давайте здесь отменим вот эти говновещи. Мешковинные. Бо они сильно чешутся. Чересчур. Где горит опять? Ребята, опять вещи горят. Ёпрессеты. Да, нам надо дождаться. Либо дождаться, либо приоритетнуть сейчас переноску. Но это может привести к страшным последствиям. Ну давайте. У нас тут профессионал есть по переноске вещей. А некоторым это даже очень нравится. Давайте проверим, как они себя проявят. Да, начали уже по чуть-чуть, кстати. По чуть-чуть приводить в порядок. Единственная проблема у нас с мешками. Мешки некуда пихать. У них нет склада как такового, да? Так, шмотки еще продолжаю делать. Шмоток завались. Они, в общем, там, где оказались в процессе переноса. Они здесь тоже начали. Ты гля, ты гля, группируют. Молодцы, молодцы, давайте. А почему я тебя, кстати, аж сюда перенес? Ты должен быть вообще-то где-то здесь. Ну да ладно. Долбай каменюки, ты все равно все делаешь правильно. Тебе никаких претензий. И быть не может. Так, 170 копеек. Следующий день мы уже оплатить не сможем. Как вам такая история? 8 тысяч салон. Найс. Просто сбылась еще одна мечта идиота. Тонна соломы, которую хэр пойми куда девать. Но есть и слава богу. Так, поливайте. Здесь удобрений хватает. Удобрениями мы, кстати, тоже засрались. Как бы комично это ни звучало. Нам нужно провернуть тогда еще одну вещь. Смотрите, ребяточки, как мы сделаем. Поставьте вот здесь стеночку. И вот здесь у нас будет еще один дубль складов, грубо говоря. Это нам в любом случае пригодится. Так, продлеваем сюда. Буквально на одну единичку. И будьте добры, дублируйте сюда склады. Так, есть и говно склады тоже. Что такое? А, я крышу хотел дублировать. Нет. А почему не могу поставить? Понял, принял. Так, четыре склада здесь. Что, простите, я перенес их? Я не посру. Это была моя ошибка. Надо было плюсик. Плюсик все решает. Так, муки нет, этого нет. Ребятки, пока осень, надо еще собрать грибы туда. Казалось бы, мы все сделали для того, чтобы забыть про грибы. Но грибы о нас помнят. Поэтому мы от них никуда не сбежим. Собирайте, будем их жрать, по всей видимости. Так, ну температуру мы вроде бы стабилизировали. Вид вроде бы тоже нормальный. Остается здесь только стены позаменять. И в целом наша мега, назовем ее, мастерская готова. Что меня без сомнений радует. Так, меняем с промежуточком, потом их поменяем по факту. Но это уже потом. Чтоб просто все не обвалилось нахер, если они резко повыбивают все стены. Вот так сделаем. Так, хорошо. Что у нас? Еще один сплюн пришел. Давай. Может ты нам поможешь с копеечкой чуть-чуть. Так, здесь все начали активно жрать. Яйца большая часть... А, еще не пропали. Яйца еще в норме. Но вот в этом и беда. Они их не жрут. Сейчас у кур у вас яйца есть, да? Где? А, все, разобрали. Сейчас я выброшу одно яичко. У яичка питательность косарь. То есть оно, в принципе, очень даже хорошее. Но, ребята, в сырую, видимо, не фанаты жрать яйца. И я их отчасти понимаю. Хорошо, ребятки. Пока сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать видео. И, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока. Пока-пока.